Привет, друзья! Я Григорий Герман, и это скальпель, серьезный скальпель, то есть ни одного пропагандона, никаких Соловьевых, Симоньян и прочих. Нормальный разговор с нормальными людьми о том, как будут развиваться события, попытка в легкой и доступной форме поговорить о настоящем и будущем России. Вот тут я так и вижу комментарии, а че Россия, а не Украина? На самом деле все очень просто. Будущее Украины, по крайней мере ближайшее будущее, оно однозначно. Мы будем бороться. Мы будем защищать свою страну, свою свободу, своих родных и близких от того, что с собой несет расширский солдат. То есть от смерти, от насилия, от унижения. Никаких иллюзий. Мы все уже видели, своими глазами и своими руками хранили тех, кого убил русский мир. Так что выхода у нас нет. Мы будем бороться. Каждый на своем месте, все вместе, ради выживания каждого из страны в целом. Ради нашей победы. А вот у россиян вариативность намного больше. Принять участие в борьбе с войной, а значит с Путиным. Или принять участие в войне, погнавшись за кровавым рублем. Я понимаю, оно звучит достаточно пафосно, но каждый рубль, полученный от Министерства обороны, на самом деле вымазан кровью украинцев. Это факт. Нравится он вам или не нравится, согласны вы с ним или не согласны, но это факт. Есть еще на самом деле третий вариант. Оставить все как есть. Там, закрывшись свою ракушку, чик-чирике в домике. По сути, это тот же второй вариант, но растянутый во времени. Потому что рано или поздно, причем, судя по тому, как развиваются события, скорее рано, так или иначе война придет в каждый российский дом, если ее не остановить. А российская власть ее останавливает, на самом деле не собирается. Может остановить, но не хочет останавливать. Хочет наоборот. Хочет, чтобы война длилась вечно. А значит, надо заранее готовить смену нынешнему поколению мобилизантов, которые очень быстро стачиваются в украинскую оборону. Значит, надо заранее готовить патриотически настроенное мясо из детей. Правда, методы иногда вызывают искреннее удивление. Как будут воспитываться отряды юности-обородства? Преданности Путину? Да, верю. Доходно. Да, и вот воспитываться в духе необходимости перерезать горло российскому солдату. Которого умеют тогда делать, он будет их воспитывать. Ну, что-то другое ожидает. Ну, я не ожидаю ничего другого. Ну, смысла нет просто. Другого смысла нет. Вот логика есть в том, чтобы создать отряды, воспитывать детей за российский бюджет, ввести денег с бюджета, то сделать детям хорошее, воспитывать их в духе преданности Чечне. Все верно. Никаких вопросов. Ну, вот прав же, на самом деле, ребята. Прав Михаил Притула. Правда. Русских, российских детей в ряды тех, кто прекрасно помнит, как убивал россиян. Русских. Я, конечно, понимаю, что Москва привычно платит дань. В древности планили в Сарай-Бату, столице Золотой Орды, теперь платят Грозному. Раньше платили серебряными рублями, теперь платят деревянными и мерседесами. И, как видим, детьми. Тоже, кстати, на самом деле, ничего нового. Помните Янычар? В 1360-каком-то году султан Мурат I создал корпус пехоты, который комплектовался юношами-христианами с оккупированных земель. Возрастом от 8 до 16 лет были эти парни. И отдача детей в Янычары была одной из повинностей, даней христианского населения Османской империи. Называлась эта повинность «Девширие» и «Дань кровью». Правда, в истории России написано, что в Чеченской войне победила Россия. То есть, по идее, дань должна платить Чечня. Но на заборе тоже ведь что-то написано. Да, по факту мы видим, кто кому что платит. Можно, ребята, сколько угодно слушать про верного солдата Путина и прочий чрезвычайно выгодный кадыровый чёс, благодаря которому, кстати, у Рамзана Ахматовича появилось не только многомиллиардное личное состояние, но и танки у его личной армии. И наверняка появятся ещё и зенитно-ракетные комплексы. Хорош, правда, да? В Первую и Вторую Чеченские войны подавляющее преимущество России в воздухе стало весомым аргументом в войне. Бомбово-штурмовые удары сносили тогда, напомню, целые районы. А вот если в горно-лесистой местности Чечни будут размещены комплексы ЗРК, русские соколы особо и не полетают. Да, доказано Украиной, так что хорош. Это унижает, во-первых, всех россиян, если говорить по сути. Это говорит о том, что Россия за все века построила империю, но не построила какую-то ценностную пирамиду. То есть нет ценностей. Оказывается, ценности все сосредоточены в Чечне. Ну, тогда россиянам надо всем перейти в ислам и ехать учиться. Значит, первая партия – это дети поедут, а вторая партия – родители на перевоспитание. Потому что вот родители, которые предки построили вот эту вот империю и борются там, воюют за нее, оказывается, что внутри она бездуховная и бесценностная. А вся духовность сосредоточена, значит, в Чечне. Вот привезительно призывы говорят об этом. Это говорит о том, что основы этой империи рушатся на самом деле, что вот все говорят, и философы даже говорят, что самые маразматические законы принимаются перед тем, как упадет большая империя, когда она вот прошла там путь какой-то. Вот в конце своего пути они принимают самые ужасные, самые непопулярные законы. И вот эти предложения, вот оно идет в рамках вот этих вот законов, законопроектов, предложений. Там, искать пятую колонну, там, уничтожать, значит, лишить гражданства и собственности тех, кто выехал там из России. Помните, лозунги параллельно звучали? Теперь отправляют в Чечню. И это все ведь один из показателей, один из факторов, которые четко показывают, насколько все не ок в новой российской империи. Империи на выворот. В обществе, которое вслед за своим недофюрером идет не вперед в будущее, а назад в прошлое. Ну, извините за недофюрера, да, но опять же таки, это факт. Он только что, вы видели, оправдал Гитлера, да, проводя параллели, мол, нас заставило напасть на соседнюю страну неуступчивость оппонентов, да. И у Гитлера, мол, была такая же ситуация. Ну, было такое сказано Путином? Было. Плюс одна Россия, один Путин, там же кто-то из официальных российских лиц такое провозглашал, да, Айнрай Хайнфюрер. Опять же таки, вот, параллельно. Но он не дотягивает до Адольфа Илоизевича и как пламенный вождь, который способен зажечь стадионы, и как захватчик соседних стран. Такой недофюрер, который пытается создать недоимперию зла. Все советские годы экономика была дефицитной, да, это была всегда экономика дефицитной. Про эту экономику дефицита я вспомнил не случайно, потому что, на мой взгляд, сейчас в России возникает эта экономика дефицита, и прошлогодние проблемы с топливом и с яйцами в конце года, они ровно про это и говорят. А источником этого служат две вещи. Во-первых, правительство уже два года, уже третий год, 22-й, 23-й, сейчас уже третий год, продолжает накачивать экономику бюджетными деньгами. В основном это оборонзаказ, причем этот военный заказ финансируется, как сказал Путин буквально на прошлой неделе, на 80% авансом. Вот. Военно-промышленный комплекс высасывает рабочую силу со всего рынка, острейший дефицит рабочей силы. Но все вот эти люди, они производят то, что не участвует в удовлетворении спроса. Они предъявляют свой спрос на рынке, то есть они получают повышенные зарплаты, ну, не говоря про все остальные льготы, там, брони, все такое прочее. Но они получают зарплаты и их тратят, но производят то, что не участвует ни в инвестиционном спросе, ни в удовлетворении потребительского спроса и не идет на экспорт. Экспортные товары тоже, да, ты не пойдешь в магазин и не купишь бетон и нефти. Но, поставляя товарный экспорт, страна получает, ну, или компания получает валюту, грубо говоря, экономика страны получает валюту, на которую может покупать импорт и уже импорт удовлетворяет этот спрос. Здесь нет, да, военная машина работает по-другому. То, что произведено, должно быть немедленно уничтожено, да, и желательно, чтобы еще было уничтожено не только это, но и во что-нибудь оно попало и кого-нибудь убило. Вот еще один умный человек, еще один экономист, Максим Блант, повторяет то же, что до этого говорили многие, например, Игорь Владимирович Липсит с ним. Россия повторяет сейчас экономику Советского Союза, но когда ты снова строишь Советский Союз, хоть в малейшей степени неплохо бы помнить, чем Советский Союз закончил. И, конечно, слышен хор голосов, что российская экономика очень сильно отличается от советской, и я, конечно же, согласен, отличается. Например, тем, что советская экономика имела намного больший запас прочности, потому что не зависела так критично от импорта. До некоторого времени, пока не начала зависеть от импорта зерна. А потом, как стала импортозависимой, так вот сразу же, как начала, помните, покупать хлеб за нефтедоллары, так в скорости и развалилась. Советская экономика была в разы импортонезависимей, например, по реагентам, по технологиям, чем российская экономика. Плюс-плюс Советский Союз с конца Второй мировой войны не вел на своих границах полномасштабную войну, в которой терял треть своего бюджета в год и 16 тысяч человек убитыми и ранеными в месяц. А вот если свести все это воедино, хотя бы умозрительно, импортозависимая экономика, бюджет на нефтяной игле, война, даже без учета дисбаланса разогретого ВПК, об этом мы, по-моему, в прошлой программе говорили, опять же, с Игорем Липсицем. Так вот, если взять только упомянутые три фактора, давайте вместе подумаем, какие перспективы у российской экономики. А плюс нужно понимать, что зеленый переход, он неминуем, и мы будем отходить от, скажем, таких видов энергоресурсов со временем. И чем тогда останется? То есть конкурентное преимущество, которое есть на сегодняшний день в Российской Федерации, оно там нивилируется в течение 20-30 лет, может даже и быстрее. И вопрос тогда все равно останется, а как тогда быть, а на чем тогда зарабатывать? А построена ли реальная конкурентная экономика? А действительно есть инновационные производства? Действительно ли, там говорили, вот мы там оружие будем продавать, оборону, а можете ли вы сейчас продавать? Продаете ли вы сейчас в тех объемах, которые продавали, учитывая то, как российское оружие себя зарекомендовало в войне в Украине? То есть вопросов много остается. Поэтому на сегодняшний день, да, Путина есть резерв, который он успешно использует для того, чтобы осознать иллюзию нормальность, а дальше как-то, ну, вот это тоже важный вопрос. А экономика – это тот самый холодильник. Холодильник, который в условиях отсутствия вменяемой идеи, которая вдалбливалась в головы населения поколениями, ну, типа коммунизма, таки наступит на горло телевизору этот холодильник. А идей – нет. Ну, право слово. Война за то, чтобы не было гендерно-нейтральных туалетов? Серьезно? Понятное дело, что телевизор работает исправно. Ну, такой образный телевизор, комплексный. Когда я говорю телевизор, я имею в виду всю машину пропаганды. Прекрасно работает. Очень изобретательно, иногда на грани наркотического бреда. На этой неделе Максим Блант нашел совершенно упоротый финт пропагандонский по горячим следам. Следам пропавших яиц. По поводу яиц было много разных, очень смешных, кстати, объяснений. Кто-то говорил, что вот мы же присоединили четыре новых региона, а там яиц не производят. Потому что они все наши яйца-то и съели, потому что на полном серьезе чиновники говорили. Херзанчаты съели все яйца в России. Ну, потому что да, потому что сколько-то в стране яиц производилось, а население стало больше, конечно. На всех теперь хватает. Приходится просить яйца у Эрдогана, еще у кого-то. Это очень смешно. Да, ну вы поймите, да, смешно-то не смешно, но когда по телевизору у вас действительно логика же такая, ну вот было какое-то количество яиц, ну куда они едят? Ну понятно, вот присоединили этих, ну а там яйца, там куры не несутся. Да, как в формуле любви. Многие верят, да, помните? Да, многие верят. Ну да, окей, относительно, хорошо, относительно горячие, но тем не менее, согласитесь, это восхитительно. Ну, вот не менее, как по мне, восхитительно, чем путинское стали больше зарабатывать и съели все дешевые яйца в стране. И, кстати, вот эти вот две идеи про зарабатывают и съели все яйца и яйца съели оккупированные территории, они из одного ящика для идей с надписью «Виноват кто угодно, в скобках только не мы». Ну, то есть, виноваты сами россияне, виноваты жители на оккупированных территориях. Только не власть, неожиданно для себя подвешивает страну под самые широкие санкции в новейшей истории. Власть делает сейчас все возможное, чтобы отвести от себя подозрения в убийстве страны всеми возможными способами. Иногда просто врет и надеется, что это никто не заметит. Иногда врет изощренно с помощью статистики и бравурных публикаций, основанных на этой статистике. А статистика в России, она хуже закона. Ну, в том смысле, что закон в России как дышло, куда повернешь, туда и вышло. А статистика это такое же дышло, но еще и гибкое. То есть, можно вообще даже не поворачивать телегу, можно просто дышло выгнуть в нужную сторону и все. Была недавно статья в РИА Новостях, что впервые с 2013 года был поставлен абсолютный рекорд по доле людей, получающих больше 100 тысяч рублей в месяц. Ну, правда, действительно, действительно это так, да. Но если посмотреть, я озаботился, полез смотреть на купленную инфляцию, да. И выяснилось, что, в общем-то, доля людей с сопоставимого дохода в 2013 году, конечно, была больше. А дальше еще более интересные цифры, которые свидетельствуют о том, что за эти 10 лет даже у 10% самых богатых россиян, не самых бедных, самых богатых россиян, доля расходов на продовольствие в семейном бюджете существенно выросла. Это значит, что продовольственная инфляция обгоняет доходы даже самых обеспеченных российскими разумами. Вот вам, пожалуйста, ну вот о 2013 год, это не я придумал 2013 год, хотя это действительно идеальная цифра для того, чтобы все равно. В 2014 году началась всякая товарища с аннексией Крыма, с войной на Донбассе и так далее. Вот. Но за эти 10 небольших лет благосостояние россиян ухудшилось. Да, и это медицинский факт, не говоря уже о том, что тогда доллар был в 30 рублей, а сейчас в три раза дороже. Давайте еще раз, потому что это важно. Вот буквально пара акцентов. Благосостояние россиян начало ухудшаться после 2013 года. То есть, когда Путин начал войну, тогда еще гибридную, но уже войну, и благосостояние россиян начало ухудшаться. Максим Блант в экономической журналистике более 20 лет. Опыт, знания. Да, то же самое. Другими словами говорил профессор, профессор высшей школы экономики Липсиц. При феноменально сладких ценах на нефть, при сладчайших ценах на газ, при прикормленном европейском рынке газа, благосостояние россиян все равно начало ухудшаться. Война началась, россияне ее не остановили и стали жить хуже. Постепенно, потому что там нефтеденьги, газденьги и декоративные санкции, которые были скорее не настоящим наказанием, а таким, БДСМчиком. А теперь и санкции настоящие, и война не гибридная. И инвалиды, люди изуродованные войной, тоже не гибридные и не единичные, а уже в промышленных масштабах. Безногая, безрукая, но с чувством собственного достоинства, он там Россию защитил где-то. А как в России, да и в Советском Союзе, заботятся о тех, кто где-то там что-то ногу потерял и требует законно денежку, уважение к себе, пандусы, коляски, машины, еще что-то. Как к ним относятся? Ну, и мы же понимаем, что это сброд в большей степени, что это с гипертрофированным чувством собственное значение. Мы уже видим, как они там, да ты где воевал, да я там, я был под Бахмутом 58 раз и так далее. Мы все это видим, и вот эта масса вернется. Это, ну, это после Чечни, когда возвращались, это были проблемы, там целые фильмы снимали. Потом, как и после Афганистана, пришлось потом образ вот этого афганца или вернувшегося из Чечни шлифовать через кинематограф. Мол, все, кто вернулся, они ку-ку там, то есть он там. А здесь это будут сотни тысяч, их семьи, которые будут чего-то требовать там у государства. Им, конечно, заткнут, вот кого-то можно посадить, кого-то нет, но они на всю жизнь будут психологически или физически покалечены и брошены своим государством. И вот мне интересно, а как вот эти самые брошенные, да, вот эти унижаемые, мы вас туда не посылаемые вытираны СВО, без малейшего уважения к оккупантам, говорю, как вы понимаете это все. Вот как они в марте месяца, обладая правом голосовать, поставят галку в избирательном бюллетене? Или как их родственники проголосуют? Смотрите, я не испытываю никаких иллюзий, даже если они все проголосуют против Путина, этот условный миллион голосов против, ну там, типа, пострадавшие, раненые, комиссованные умножить на 4-5 родственников, друзья, короче, вот все потерпевшие от путинского преступления. Это всего лишь 1% от общего числа избирателей. Скорее всего, даже меньше. Цифра, на самом деле, тут не важна. У меня же чисто исследовательский интерес с моральной и логической точки зрения. Они без ноги, без руки из-за того, что один раз уже глотнули пропаганды и путинских обещаний. Вот они снова сглотнут и снова проголосуют за Путина. То есть, поразительная история. Россияне не так чутко реагируют на то, что там какой-то Ян убил ребенка, забил его, чем на то, что кто-то там живет однополым браком. То есть, для них это страшнее, это несоизмеримые для них какие-то вообще величины. Коррупция – это все нормально, а вот это – это прям совсем. Поэтому он на этом паразитирует, про родитель номер один, два и так далее. Для того, чтобы подуспокоить россиян, он, в принципе, скажет им, смотрите, ну, все идет как бы по плану, мы так и задумывали. Мы с экономикой все в порядке, то, что там периодически какие-то группы продуктов дорожают – это нормально все. Мы НАТО фактически победили, и Путин будет дожидаться 5 ноября, когда в Америке выберут президента. Скорее всего, он думает, что с президентом станет Трамп, с которым ему гораздо проще будет договориться. Кстати, Карлсон вот этот, про которого мы с тобой говорим в Сирии, Трамп же его чуть ли не вице-президентом хочет сделать. То есть все как складывается, только Путин не понимает одной вещи, что Трамп, если не получит желаемого, может совершенно в обратную сторону развернуться и, в отличие от Байдена, реально пойти на довольно жесткие шаги. И вот еще один вопрос, ответ на который я предлагаю вам найти самим. И чё? Ну вот Трампушка не алло, не отвечает взаимностью, как это уже один раз было, и чё тогда? Ну вот сейчас и избиратели, и самое главное элиты, которые могут хотя бы попытаться остановить Путина, любым способом. Вот все сидят и очень сильно стараются верить, что Акела все-таки так же мудр и быстр, и мохнатая его лопища, и удача с ним. И он не промахнулся, и вот сейчас Байдена проклятущего сменит милый Трамп, и а чё если нет? Тогда менять Путина, это поменяет ситуацию. Авторитарные режимы, они имеют свойство к быстрому коллапсированию, сворачиванию, поскольку, опять же, они жизнятся на, или чаще всего на лидерстве одного человека, на его, скажем, позиции или определенной какой-то группы. И другая всегда возникнет группа, которая подумает, что Акела помахнулся, и можно, скажем, нам улучшить своё состояние и так далее. Ну это, наверное, аксиома, её тут и доказывать нечего. Поэтому это определенный вызов и, скажем, сложность. Поэтому, с одной стороны, все говорят, вот там система, понятное дело, выборы без выборов и так далее. А с другой стороны, как модно говорят, чёрный лебедь может показаться очень нежданными гадами. Если в демократии происходит чёрный лебедь, ну да, там происходят какие-то структурные изменения. Возможно, это станет фиаско для какого-то политика, но система не сломается. Общество продолжит, как бы, жить, и всё будет дальше работать. А вот в контексте России, ну, есть у меня определенные сомнения в том, что смогут справиться с подобными, скажем, моментами. Или россиянам понравится, как с этим будут справляться те люди, которые захотят, скажем, впрячься в этот процесс. Вот, кстати, это тоже любопытный нюанс. И тоже обратите внимание. Про народ, который ещё неизвестно, как отреагирует на смену имени в Кремле. Нет никаких тенденций, которые бы говорили о том, что в 2024 году экономическая ситуация в РФ изменится к лучшему. Значит, денег будет меньше, они будут дешевле. И в какой-то момент вот в одной точке в головах у россиян сойдутся включённый печатный станок Центробанка, обесцененные деньги, и то, что даже этих денег не хватает на стабильные выплаты всем. И всё это наложится на общую склонность и симпатию россиян к силовому свержению власти. Помните Пригожина, да? Сейчас Иван Ус напомнит, как тогда всё было, если забыли вдруг. В июне 2023 года он продемонстрировал важную вещь. Когда Пригожин пришёл со своим наршем справедливости на Москву, то что-то в миллионном городе Ростове, миллион сто тысяч там населения, я не увидел большого сопротивления ему. Население, да, там были кто были против, в большинстве своём населения его поддерживают. И это дало чёткий сигнал, что вообще-то запрос на силовую смену власти в России присутствует. Да, там боятся, но как только возникает человек, который может силовым путём что-то изменить, к этому человеку возникает симпатия. Да, Пригожина убили, его нет, вроде пока никого и близко на горизонте нету. Но, как говорится, кто его знает, этого генерала Теплинского, которого многие называют вторым гипотетическим Пригожиным, который в случае, скажем так, продолжения давления на него, может сказать, что, а я иду своим маршем справедливости на Москву, ну, пока это кажется нереальным, невероятным, но, знаете, Пригожин поначалу тоже не воспринимался как человек, который сейчас устроит то, что он в итоге устроил. Не тот поход, когда, если не ошибаюсь, пять вертолётов и один самолёт было сбито. Вот этими самыми вагнеровцами, как шутили в Украине, что, о, да, надо, наверное, орден ему выдать, такие результаты. Мы мечтаем о таком. Поэтому, это к тому, что, действительно, если дотации уменьшатся, и учитывая вот этот запрос на силовую смену власти, я думаю, что мы увидим ещё не один подобный поход, а может, и один, который просто всё сметёт. Ну, или нетеплинский, не знаю, бобчинский, допчинский, кто угодно. Российская власть все эти тенденции, она, на самом деле, прекрасно понимает и старается купировать любую, даже призрачную, даже эфемерную возможность появления кого-то, кто сможет стать персонификацией того чёрного лебедя, который взмахом крыла смахнёт все фигуры с шахматной доски. И при первом же намёке на чёрное перо на плече, даже на призрачное, готова стрелять на поражение. А если не поймут, стрелять уже не фигурально. Чуть только что-то идёт не по утверждённому плану, сразу вероятностная линия обрубается. Как это получилось с Надеждиной? Даже несмотря на то, что, по мнению Александра Осовцова, вот эта вероятностная линия с Надеждиной была нарисована просто одной из башен Кремля. В своих внутренних взаимоотношениях то, что мы обычно называем Кремль, это не монолит. Я далёк от преувеличения значения борьбы башен, как в таких случаях говорят и так далее. Карьера у каждого своя, и за влияние любой чиновник, любой политикан борется чисто рефлекторно. Это же неизбежная вещь. Надеждин – это был проект чисто кириенковский. Некоторые изменения тональности были связаны именно со стремлением продемонстрировать отличия. Это, скорее всего, был манёвр, который мог, как им обоим, я полагаю, казалось, позволить ему занять более интересную нишу. Вот именно привлечь, а впоследствии и привезти на избирательные участки. А в этом была, я уверен, главная задача – расширить явку, увеличить реальную явку. И поэтому очереди могли послужить доводом в пользу того, что его обязательно надо зарегистрировать, и тогда явка вырастет. Вот же люди, которые иначе могут не прийти. Инициативу вот в этих так называемых выборах, псевдовыборах, фейковых выборах, любой термин такого рода уместен, захватил не Кириенко и его управление внутренней политики, а силовики Патрушев и его окружение. Поэтому им вот этот цирк с Надежданом просто не нужен. Они не хотят ни связываться с какой бы то ни была оппозицией, ни тем более допускать Кириенко к управляемым ими процессам. Поэтому в силу вот такой вот обыденной чиновничьей конкуренции Надеждан не получил регистрации. И, вероятнее всего, вся эта история без того фальшива пойдет по полностью фальсифицированному сценарию, который прописан именно силовиками, людьми прямыми, грубыми и несклонными к каким бы то ни было политическим кунштюкам в духе Кириенко. Осовцов не первый эту мысль озвучил, но он ее подтвердил. И, опять же, он подтвердил, что, как всегда, как всегда у силовиков, грубо, тупо, эффективно, спорно. Спорно, потому что мы в Украине уже два раза сталкивались с этим влиянием кремлевских силовиков. В 2014-м и в 2022-м годах. Сейчас я объясню. Смотрите, в 2014-м году Россия начала очень активно терять Украину. Большая часть украинской элиты, увидев, даже не увидев, а прочувствовав на собственной шкуре, чем грозит Россия сейчас, начала активно продвигать прозападный курс. При этом активно поддерживаемая самой активной частью общества. Относительно небольшой, но пассионарной. При этом, добившись на этом пути, очень неплохих результатов. Безвиз, ассоциация с ЕС, реформы вооруженных сил в кооперации с НАТО, отказ от российского газа и включение Украины в энергетический мир Европы и так далее и тому подобное. Пророссийские партии все еще имели определенное влияние и небольшую, но все же имели поддержку в некоторых регионах. Основная масса украинцев из-за гибридного характера первого этапа российско-украинской войны, в 2014 году, которая началась, все равно сохраняла нейтралитет по отношению к России. Настороженный, но нейтралитет. Ну, что ссориться, да? И тогда силовая часть верхушки Кремля решила окончательно решить украинский вопрос. Опять ассоциации с Гитлером, да? И теперь уровень поддержки или хотя бы нейтрального отношения к России в Украине на уровне статистической погрешности. Причем всюду, включая оккупированные территории. Об этом тихо, но очень много говорят даже российские волонтеры и военкоры. И вот с выборами, ну, точнее, с тем, что силовой блок решил уломать недовольных россиян и их надежды через колено, с хрустом, с этими выборами тоже может произойти похожая история. Хотя, изначально по замыслу все должно было пойти по-другому. Возвращаясь к Надеждину, кандидатура согласована полностью Кремлем. Что-то там может выйти из-под контроля, ну, условно говоря, очереди они показывали, еще кто-то. Ну, а с другой стороны, Надеждин может раз и навсегда на десятки лет поставить полный крест на попытках и желаниях тех, кто в России хочет поменять власть на нормальную, что-то делать. То есть вот когда покажут этим людям, стоящим в очередях, то все как бы, вот 27% приседите в рамках 7%. Вот тогда они скажут, ну, ловить тут нечего. Значит, большинство за Путина, значит, поехал-то я отсюда. Вот и все. Ну, теперь-то уже нет. Теперь-то уже все. Канализировать протестное настроение, смуту в умах россиян, которые видят, что что-то как-то не туда страна идет. И канализировать это через поддержку Надеждина, через его, там, максимум 20 или 30% полученных на выборах уже не получится. И что? Ну, куда денется этот потенциал? Потенциал людей, стоявших в очередях. И тех, кто не вышел в очереди, но думал так же. Что с ними собирается делать Кремль? Ну, это просто правда. Они пришли, они стояли в очереди еще и зимой. Да. Они подписались. А в результате кандидата этого вообще не включают в бюллетень. Ну, только я совершенно не понимаю, и что дальше. Ну, осталось у них такое чувство. Собственно, то, что оно останется, это было совершенно понятно. И тем, кто принимал решение о нерегистрации Надеждиной. Я совершенно не верю в то, что это чувство потом, в смысле, вот завтра или там 17-го часа, подвигнет этих людей на что-то действительно опасное для режима. Ну, будут бурчать, как это принято говорить с советских времен. Разговоры на кухнях будут. Кремль этого совершенно не боится. Причем никакая группа, ни силовики, ни так называемые политики во главе с Кириенко, ни кто бы то ни было, включая, разумеется, Путина. Разговоры о том, что власть плоха, в России гораздо старше, чем даже советская власть. Ну, окей, когда-то при Сталине за такие разговоры тоже сажали и даже расстреливали. Но при Царе за это ничего не делали. И при Брежневе, в общем, более-менее тоже ничего не делали. Поэтому этот фон, он абсолютно привычен и абсолютно не опасен. Окей, сейчас, завтра, в апреле или в июне, люди, поверившие в Надежду на Надеждина, не пойдут разносить Кремль. Это ясно. Подписываемся. Но вот эту протестную энергию, это неудовлетворение, куда-то надо канализировать? Во что ее могут канализировать хмурые и безыскусные силовики? Я не понимаю. Значит, эта темная для Путина энергия будет накапливаться. Ну, так же на кухнях, на тех же кухнях, о которых говорил Александр Осовцов. Но российские кухни – это менее надежный контейнер для крамольных мыслей, чем кухни советские. Потому что Россия не СССР, ФСБ не КГБ, Путин не Брежнев, а телеграмм – это не телеграф начала прошлого века. Все другое, неизменно одно – Кремлю всегда, в принципе, пофиг на людей. Единственное, что на самом деле интересует коллективный Кремль – это бабло. Бабло, которое можно освоить, не использовать, не потратить, а именно освоить – это главное. В этом причина неэффективности всей путинской системы власти. Там в основе основ мотивации чиновников всех уровней – освоение и кройка бюджетов. Это хронический схематоз. Слушайте, ребята, они даже царю дворец в Геленджике не смогли с первого раза нормально построить. Пришлось переделывать. Почему? Потому что даже на таком уровне, что сделали правильно – освоили бюджет. А самое веселое, что все это покрыто толерантностью как народа, так и верхушки до самой макушки к такой кройке бюджетов. Вы слышали, чтобы основные распильщики федеральных бюджетов понесли наказание за обнаружившиеся факапы? Нет. И самое важное, я бы просто посоветовал тем россиянам, которые еще не утратили критическое мышление, посмотреть, сколько было нереализованных, на которых выделяли миллионы и миллиарды проектов военных в Российской Федерации. Огромное количество, огромное количество проектов не были реализованы, хотя на них были выделены колоссальные суммы. Это и новые истребители, и новые бомбардировщики, которые должны были быть, и модернизация, много-много чего. Ну, допустим, это же Россия, они же не могут новые тетушки создавать. Все, что у них сейчас есть, стратегические бомбардировщики, которые успешно, тоже мы там диверсии, скажем, проводим и уничтожаем их. Россия на сегодняшний день не имеет возможности построить ни одного стратегического бомбардировщика. Все. То есть то, что у них есть запасы советских криминалов, то, что они забрали, мы им отдали, точнее, когда отдавали свой ядерный арсенал, это все больше у них ничего кругу не произошло. Хотя у них программа подобная, она была заложена. Кстати, была заложена программа по развитию беспилотников тоже. И тоже огромное количество денег выделялось. И, ну, Россия, логично было бы поставить его вопрос, слушайте, а где деньги? И куда они пошли? Хорошо, вот пример. Подскажите мне, что с Рогозиным, который пилил бюджеты Роскосмоса так, что на Луне пыль поднималась? Каким было его наказание за то, что на бумаге Россия вступала в войну с мощной спутниковой группировкой, разведка, ориентирование на местности, связь? А на деле оккупанты условно просили украинцев «дорогу рукой покажи», и те показывали. На тот свет дорогу. Что произошло с Рогозином? Сняли. Ужас какой. Боже мой. Сняли, да? То есть просто сняли и все. И это Роскосмос. Структура, которая к войне имеет опосредственное отношение. А представляете, что происходит в военно-промышленном комплексе? А что происходит в Росармии? Я бы назвал это даже не коррупцией. Я бы назвал это просто бизнес. Бизнес российский генера. Мы видим, как это работает. То есть отправляют какую-то группу людей. Никто не думает атаковать украинские округи. Никто не думает о жительном исключении, о том, что они будут делать. Их бросают простительные БТР-50. То есть 50-го года выпуска. Танки были там Т-55. Ну, это уже смешно, но тем не менее. Их просто бросают, туда гонят. Никто не думает о их судьбе. Вот. Они там день простояли, ночь продержались. Все, следующий. Свежих давай. Вот идет такой процесс постоянный. На этом процессе, естественно, идет... То есть это не просто коррупция. Это бездумная коррупция. Потому что, может быть, коррупция связана... Ну, давайте мы продадим танк не за 100, а за 110... За 110, но вот как бы он будет более высокого качества. Все будет хорошо. Вот. Все от этого довольны. Да? Ну, лоббизм такой цивилизованный. А тут безумная коррупция. То есть им плевать на судьбу этого танка, на судьбу этих людей, того, что они поставляют и так далее. Их под машину. На этой машине сидят, довольны, работают. Это способ их существования. То есть, ну, я бы не назвал это даже коррупцией. Потому что коррупция – это передачи каких-то взятых. А они тут просто молотят деньги на всех этих вещах. Причем американские доллары, с которыми они категорически не согласны. А взятки из зарплат командирам за непосылание на штурм? За относительно безопасное место в относительном тылу? Отдать денег, чтобы тебе выдали нормальный автомат с некривым дулом? Вы же понимаете же, на фронте, где контролирующие органы даже такие кривые, как в России, появляются примерно никогда, пытливый российский ум, воспитанный в традиции на работе «ты не гость, укради хотя бы гвоздь», он всегда найдет, где и что скроить. Тем более, что у любого россиянина всегда есть перед глазами пример самого успешного кройщика в современной истории России. На стене висит всегда портретом. Краи всегда, краи везде. Краи и никаких гвоздей, как завещал великий Путин. И апостолы его Ротенберге, Тимченко и прочее. Краи и выводи. Суммы, это суммы большие, сотни-то миллиардов даже. Суммы за сотню миллиардов, да? Да. Которые, скажем, вывозятся из Российской Федерации. Это же, наверное, еще не все далеко нашли. То есть у многих чиновников тоже есть счета за границей и так далее. Я уверен, что, наверное, и у самого Путина, ну, наверное, не лично его, но точно вот те деньги, о которых мы говорим, больших бизнесменов, которых уже сейчас арестованы, это деньги найдены и так далее, я думаю, что значительно счастлив это непосредственно денег Путин, которых он, понятное дело, не держит на своих счетах, но, очевидно, которые ему отстегивают, как паханул за все, все эти бизнес-процессы, которые происходят в самой Российской Федерации. Правда, сейчас стараются выводить, наверное, куда-то в Азию, может быть, в Африку, может быть, даже в Китай, я не знаю. Куда-то, откуда не выдают. Не в привычную Европу. Потому что даже Европа прекрасная, следующая букве и духу закона, бюрократическая Европа, все больше и больше открывает глаза навстречу новому миру, в котором Россия уже не источник нуворишей и богачей, скупающих все, что видят по любой цене, уже не респектабельный партнер процветающей Европы, а враг. Чистый, незамутненный костюмами от Александра Амосу и Стюарта Хьюза, враг. Европейцы берут на себя большую ответственность. Они стали более энергичными, они стали более целенаправленными, они более понятными стали. И теперь в один голос, посмотрите, что Шоль заявляет. Надо больше помогать Украине. То есть европейские политики сами ездят уже в Соединенные Штаты и говорят о том, что, друзья, на нас смотрит весь мир, как вы проголосуете. Мы проголосовали, мы дали 50 миллиардов, ну, теперь весь мир ждет вашего решения. Но при этом они взяли впервые инициативу на себя. Они проголосовали за зеленый свет на переговоры Украине с Европейским Союзом. Денег дали, там, военную помощь обещали, там, обещали ускорить снаряды. Вот до весны, там, 600 тысяч снарядов поставить обещали. Сейчас идет дискуссия о том, чтобы снаряды, которые идут в третьи страны, перенаправить Украине для того, чтобы выполнить обязательства по миллиону снарядов. То есть, ну, где здесь усталость? Я усталости вообще абсолютно не вижу. Я вижу, наоборот, обновленный Европейский Союз, который понял, что перед ним серьезные вызовы, и он должен преодолеть эти вызовы. А вызовы – это расширение, это изменение, доведение до логического конца реформ, ну, как минимум, в сфере безопасности, миграционной политики, там, правил голосования, внутренних вот этих регламентных правил и так далее. То есть, это все надо преодолевать. Плюс риски возникновения войны. На Балканах он может вспыхнуть. Россия там захочет через Сербию давить на Европейский Союз, может вспыхнуть. Это тоже вызов. Или новые миграционные потоки. Где-то начнет войну, там, или активизирует в той же Сирии, там, войну. Опять пойдут миграционные потоки куда? В Европу. Поэтому Европа стоит перед этими вызовами. Для нее сейчас солидарность и идентичность – очень важные вещи. И все, что этому мешает, будет подавляться. А все то, что помогает, будет поддерживаться. Ну, вот как Украина. Но было бы неправильно заявлять, что только поведение России ведет к такой трансформации европейского поведения Европы. Как в целом, так и по отдельности, за исключением отдельных маргинальных персон, типа Орбана, которого уверенно загоняют за, хотел сказать, плинтус, да, но скажу лучше, загоняют за кофе, еще более активно Европу на вот этом пути пробуждения подталкивает, вот сюрприз, тот, на кого Путин делает ставку на американских выборах. Трамп со своей предвыборной, и это важно, большими буквами, предвыборной риторикой, будет Европу не менее живо, чем другой дед. Тот, который кремлевский. Каждый тезис о том, что Трамп выведет США из НАТО, о том, что он натравит Путина на Европу, сказанный им на митинге в каком-то там штате, звучит набатом в старом мире. Вооружаемся, готовимся, поддерживаем, делаем все возможное и невозможное тоже. На тот случай, если встанет вопрос выхода США из НАТО, а значит, встанет вопрос существования самого НАТО. Нет, альянс не будет существовать, это будет очень критично, фактически альянс развалится. Здесь есть и хорошее, и плохое, как говорится, в обещаниях Трамп. Плохое это то, что да, выход из Штата, установка финансирования, установка участия на ценный развал. В хорошем это то, что европейские страны, понимая такой риск, начали максимально ускоряться в производстве собственной военной техники, наращивать потенциал, запустили в ВПК в три смены, как говорится. Часть идет на Украину, часть на собственные нужды. Перевооружение ускоряется, военное планирование ускоряется, создаются ресурсные базы, из которых можно черпать резервы. Пересматриваются мобилизационные планы. Польша принимает закон о мобилизации. В Германии говорится о необходимости расширения возможностей для Бундесвена. То есть сейчас это подталкивает Европу к более тесному военному взаимодействию. Да, без мощного ядерного зонтика, без бесконечных складов армии США, но кому сейчас легко? Особенно, если на твоих границах Путин со своим видением истории и замашками политика то ли 16-го, то ли 19-го века. О своих претензиях на Украину из-за каких-то там писем Богдана Хмельницкого, он уже заявил, ну, надо ждать следующего шага. Про странных размышлений о престолонаследии президентов РФ от Рюриковичей. И связанных с этим претензий на страны Балтии. Или введение в титулатуру президента РФ наследных титулов царь польский, великий князь финляндский, наследник норвежский. И, соответственно, претензий на эти земли тоже. Почему нет? Кстати, Ольденбургу в Нижней Саксонии, Германия, тоже лучше приготовиться. Владимир Владимирович может вспомнить, что в 1773 году датский король Кристиан VII передал Ольденбург великому князю Павлу Петровичу, который потом сел на престол всероссийский под именем Павла I. У Путина и грамота, я уверен, найдется, переведенная на русский. Я понимаю, я обещал, что не будет ерничания и не будет такого жесткого сарказма, но просто серьезно и с достоинством, а уж тем более с пониманием, воспринимать тот материализовавшийся воплотим маразм, который сейчас восседает в Кремле, все сложнее и сложнее. И не только мне, вам, нам, но и европейским чиновникам тоже. Россия таким образом получила ответ на свой ультиматум, который она бросила в декабре 1921 года перед началом войны Западу, когда она сказала, отведите свои войска до линии 1997 года, ну а в переводе с дипломатического на простой язык, отдайте мне мою сферу влияния в Европе до линии 1997 года. То есть страны Центральной и Восточной Европы должны войти в мою сферу влияния. Я должна распоряжаться там, и НАТО там не должно ничего, как бы инфраструктуру свою размещать и вообще там учения не проводить и так далее. На что европейцы сказали, мы не только вам линию 1997 года не отдадим, мы вам не отдадим даже ближнюю вашу сферу влияния или там зону влияния, которую вы считаете бывшие страны Советского Союза. Они стали независимыми государствами, и мы с ними обращаемся как независимыми государствами согласно устава ООН. Если признано в ООН государство, значит оно имеет право присоединяться к любым союзам, военным, политическим и так далее. Поэтому они проголосовали и дали пощечину Москве, ну ответ фактически, скажем так, дипломатично, дали ответ на тот ультиматум, который там Рябков бросал в декабре 2021 года. Вот они получили ответ. И этот ответ подкреплен теперь помощью финансовой на 50 миллиардов, еще на 20 миллиардов военной помощи будет военным бюджетом подкреплен. То есть сказали А, сказали Б и сказали С. То есть Европа дала адекватный ответ на неадекватное притязание и продолжает идти по этому же пути, как и Украина. В ответ на неадекватное притязание и безумные претензии, в ответ на прямую агрессию, Украина дала адекватный ответ – сражаться. И продолжает идти по тому же пути. И вот во всей этой ситуации россияне – это единственные, кто не дал адекватный ответ на неадекватные путинские притязания. На свободу слова, на свободу личности, на право человека на справедливый суд, на конституцию, на право избирать и быть избранным, то есть на все, что Путин попрал. Единственные, кто позволил Путину получить все, что он захотел, безраздельное право казнить и миловать, ограничивать, лишать, воровать, избегать ответственности – это россияне. И это в результате привело к тому, что россияне имеют иллюзорное чувство мнимой стабильности и мнимого величия, которое уже проходит, оставляя после себя тяжелое похмелье. Может, пора дать гному в лавлопо адекватный ответ? До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить. Продолжение следует...